В прошлом году для горожан открыли памятники, посвященные деятельности императора Петра I в Воронеже. Это подпись Петра I, которая появилась на Есенинской аллее, и сапоги Петра I, которые расположились у гостиницы «Бристоль». Недавно в столице Черноземья появилось еще два новых арт-объекта, связанных с именем императора. Первый расположился на проспекте Революции, дома 23. Называется он «Бородовой знак. Деньги взяты». Указом Петра I от 1705 года устанавливалось четыре разряда пошлины, после оплаты которых каждый получал «Бородовой знак». На его обороте была изображена борода и надпись «Деньги взяты». Автор памятника – скульптор из Москвы Георгий Молчановский. Памятник странный. Никто, наверное, не знает, вот так же, как и мы, вообще, к чему он, что он вообще, как бы, что хочет этот памятник нам вообще сказать. Поэтому, ну, стоит непонятное что-то, что-то стоит непонятно. Ну, наверное, городу было так вот, как бы, скажем так, интересно вот поставить. Прикольно, хорошо, приобщает к истории, там сапоги, я знаю, тут захожу. Мне, в принципе, здесь по работе очень удобно. До одного дойду памятника почитаю, потом до второго, поэтому правильно делается. Второй памятник – устав морской, выполненный скульптором из Воронежа Виталием Локотковым, располагается в Бунинском сквере. На памятнике есть табличка с текстом «Усмотрено место к корабельному строению на реке Воронеже под городом того же имени и в году 1696 началось новое в России дело». Сам документ, в честь которого назван памятник, заменил с собой все предыдущие правила и инструкции, регламентирующие отдельные стороны флотской жизни. Высота скульптуры составляет около 1 метра 70 сантиметров. «Памятник замечательный, но только мелковатые детали могут привести к их демонтажу хулиганами». Городские власти надеются, что данные скульптуры станут объектами притяжения не только для воронежцев, но и для гостей столицы Черноземья. «Установка этих скульптур не только украсила город, но и напомнила о важных исторических моментах в его основании». Духанин Денис, Виктор Шацкий, Дмитрий Хлебный, 41 канал.